Добрый день, дамы и господа! На нашем телеканале Бокс в эфире с вами обозреватель газеты Спортэкспресс Александр Беленький. Мы продолжаем ретроспективный показ боев лучших средневесов. Правда, сегодня мы будем показывать бой полусредневесов. Рэй Леонард, который принимает в нем участие, средний вес перешел через много лет. Этот бой состоялся 30 ноября 1979 года. Рэй Леонард, он в белых трусах, он в этом бою был только претендентом. А чемпионом был Уилфред Бенитес. Как видите, ставкой был принадлежащий Бенитесу титул WBC в полусреднем весе, то есть весовой категории до 66,7 килограмма. Это была вторая защита титула для Бенитеса. Ну, пока боксеры в первом раунде проводят такую разведку, я попытаюсь в нескольких словах хоть рассказать, кто это такие, чем они примечательны. Ну, начнем с Бенитеса. Бенитес установил совершенно феноменальный рекорд, который, я думаю, никогда не будет повторен. Бенитес, он стал чемпионом мира в 17 лет. То есть, ну, представьте себе, вот, закончив школу, да, ровно было 17,5 лет. Бенитесу он был такого же возраста, как вот у нас при окончании школы, но у него к тому моменту был не аттестат такой неполноценной зрелости, а чемпионский титул среди профессионалов. Хороший удар слева там провел боковой Рей Леонард. Ничего удивительного там не было. Он первый, то есть неудивительно это было еще как. Дело в том, что профессиональную карьеру Бенитес, он портуриканец, начал с 15 лет. Сейчас бы, я думаю, никто не допустил 15-летнего паренька к профессиональным боям. Все-таки времена изменились. Вот титул, который он сейчас защищает, уже был второй в его карьере. Первый титул он завоевал в 76-м году, 6-го марта. Победил Антонио Сервантеса, очень уважаемого боксера, и стал чемпионом в первом полусреднем весе до 63,5 килограммов по версии WBA. Потом он дважды защитил свой титул и перешел в полусредний вес. К бою с Леонардом он подошел с внушительным, очень поздружным списком. Это был его 40-й поединок. Как-то трудно поверить, но это действительно так. Это был 40-й поединок Уилфреда Бенитеса, которому и в этом-то бою был 21 год. 38 побед он одержал, и один бой закончился в ничью. Леонард был несколько старше, на два года старше. Бенитес родился 12 сентября 1958 года, а Леонард 17 мая 1956. У него, в отличие от Бенитеса, за плечами была серьезная любительская карьера. В 1976 году он на Олимпиаде в Монреале стал чемпионом. Только потом перешел в профессионалы. Выступал профессионал с 1977 года. И на момент поединка с Уилфредом Бенитесом провел 25 боев. Во всех одержал победы. Правда, Рей Леонард сразу начал пользоваться бешеной популярностью. И, в общем-то, он ее оправдал. Он в будущем первым среди всех боксеров стал чемпионом мира в пяти весах. В пяти весовых категориях он владел чемпионским титулом в разное время. Сейчас он пока еще только претендент. Но дело не в чемпионстве. То, что Леонард скоро станет чемпионом, мало кто сомневался. Сейчас обманул и вышел на левый боковой. И снова провел удар в голову Бенитесу. Но Леонард создал то амплуа такого мальчика-обаяшки, в котором потом так успешно работал Оскар Далахоя. Он пользовался совершенно сумасшедшей популярностью еще до того, как стал чемпионом. Он прекрасно говорил. Прекрасно выступал перед публикой. В общем, не был обделен никакими талантами. И зарабатывал совершенно сумасшедшие деньги для парня, который еще не владел никаким титулом. Многие ему сочувствовали, что придется ему драться с Леонардом Бенитесом. Дело в том, что он был известен как боксер, в которого почти невозможно попасть. Гибкость, подвижность, умение работать корпусом. Третий раунд. Уилфредо Бенитесом. Все-таки, все-таки, как мне кажется, пока Леонард выигрывает, сумел несколько ударов провести, и ощутимых прежде всего два-три левых боковых. Сейчас хорошо. Сейчас винтил такой слева удар такой прямой, но чуть-чуть снизу. Вообще, вы сейчас видите двух совершенно выдающихся технарей. Это не значит, что они делали основной упор на технику. Леонард, по крайней мере, для полусреднего веса обладал совершенно убойным по силе ударом. Но вот именно в техническом плане оба, в общем-то, если и знали себе равных, то только друг друга в этой весовой категории. В общем, это был поединок двух, как полагали, хотел сказать, равных по силам. В этот момент великолепно выстрелил слева Леонард и попал. Это не совсем джеб, был. Очень сильный удар получился. В общем, проходит ударов-то немного, но по тем, которые проходят, конечно, впереди немного Леонард. Бенитос, я думаю, был весьма задачен. Никогда у него так много и часто не попадали. Был, правда, у него неудачный бой с известным боксером Брусом Карри. когда Бенитос когда Бенитос трижды побывал на полу. Все равно судьи отдали ему победу, потом, правда, весьма противоречивую. Очередной удар слева закончился нокдауном, честным нокдауном. Бенитос это как бы признает. Обратите внимание на этот удар Леонардо слева. Он бьет чуть-чуть снизу и сбоку. Ну, досталось, досталось Бенитосу. Не надо строить глазки, досталось. Шестой раунд, несколько раундов мы пропустили. Осторожно. Работают оба. Ожидать удара можно с любой стороны в любую секунду. Они оба так правдоподобно финтили. может быть не в этом бою. В боях с противниками попроще. В общем, чувствуется взаимное уважение. Конечно, Леонард физически сильнее. и бьет мощнее. Но совершенно не выглядит обескураженным Бенитос. Хотя, на мой взгляд, конечно, уступает по очкам. Дело в том, что, как мне кажется, Бенитос более понятен Леонарду, чем Леонарду Бенитосу. Столкнулись с головами. Рефери сделал паузу. Рассечение заработал. Бенитос. АПЛОДИСМЕНТЫ Кстати, свой титул, который вот он сейчас защищает, он завоевал в бою с Карлосом Паламином. Очень был уважаемый Бофсер. Серьезное, конечно, рассечение у Бенитоса, по-моему, да, Неброд, конечно, такое немного неожиданное место. Давайте посмотрим еще раз повтор этого эпизода. Ох ты! Как два бычка! Какой же звон стоял колокольный в обоях. Седьмой раунд. все время вот пытается Леонард, вот этот свой удар левый даже не знаю, как его назвать. Полупрямой, полуснизу, полусбоку. Коварный, в общем, удар. Тут, конечно, многое в новинку для Бенитоса. Никто никогда не ставил перед ним, скажем так, технических проблем. Были противники, которые били сильнее него Бенитос не отличался особо нокаутирующим ударом, но технически они были ему понятны, соперники. А Леонардо он не понимает. Ну, кто кого объегорит, по-моему, такая игра идет. Смотрите, видите, как мажет Леонардо. Смотрите, вот это фирменный стиль Бенитоса. Но все-таки вот этот свой левый удар, так давайте и мы будем называть коварный левый, потому что какого-то термина для него, по-моему, просто нет. Да, конечно, рассечение очень неприятное у Бенитоса. Вот все удары слева сейчас целую серию пробил. Леонард все либо мимо, либо вскользь. Поверьте мне, это редчайший случай в карьере Леонардо, чтобы он столько мазал. Соответственно, говоря, единственный случай. И снова пробил слева. много-много много-много ударов летит с обеих сторон, но доходит до цели единицы. И в этом компоненте, конечно, сильнее Леонард, но ненамного. Восьмой раунд. Напомню, что это 79-й год, тогда дрались 15 раундов. У Леонардо это тоже первый соперник такого высокого уровня. его довольно осторожно вели к бою за титул. Как такую яркую звезду. Ну, нельзя сказать, чтобы он дрался с мешками. Ни в коем случае. Он дрался с достаточно серьезными соперниками. Но учитывая, что в то время в полусреднем весе была совершенно сумасшедшая конкуренция, это была на тот момент, пожалуй, самая сильная категория по составу боксеров. Леонардо не сводили с самыми сильными, в общем-то, и правильно делали. Обманул, обманул Леонард. Оказалось, что будет бить слева и ударил справа. нет, в обмен какой-то лезть линетницу конечно не стоит. Леонард бьет гораздо сильнее. Рэй так уже освоился. пропустил сейчас Леонард слева удар, но рассчитался. кстати, вот по опросам Леонард один из лидеров где-то рядом с Мухамедом Алии с Майком Тайсоном стоит. по сей день очень популярен. Сейчас попытался какой-то трехметровый по амплитуде удар справа нанести бенитас. А Леонард нанес удар покороче слева, зато точно. леонард кстати по жизни были приятелями. Девятый раунд очень хорошо друг другу относились но очень по-разному жизнью они сложились леонард находился сейчас пробил справа бенитас леонард находился в начале своей феноменальной карьеры а бенитас которым был всего 21 год и который был моложе Леонардо был уже скажем не то что завершал ее но был близок к завершению славной части своей карьеры забегая вперед скажем что это был его не последний чемпионский титул но тем не менее его время заканчивалось вы знаете это частый вариант такой когда боксеры слишком рано начинают слишком рано поднимаются на вершину сходят они тоже рано но до этого было еще несколько лет еще и через три года бенитус все еще представлял из себя грозную силу очень грозная бенитус а потом сейчас хорошо контратаковал бенитус 24 года как-то вдруг резко стал сдавать леонард 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 подумал что уже как-то надломил бенитуса но ничего подобного в этом раунд в этом раунде бенитус точнее и лучше как он пропустил очень сильный удар справа в ближнем бою сунул два апперкота бенитус один пропустил концовку как мы видим за леонардом 10 раунд неудачно попытался атаковать бенитус ох ты вроде хорошо контратаковал леонард и тут слева пропустил мощный удар а сейчас и справа по бороде зацепил его бенитус но только зацепил когда дерутся такие боксеры как леонард как бенитус очень легко объяснять что бокс чрезвычайно тонкий вид спорта где все держится на сантиметрах блокс бенитус бенитус потому что у обоих феноменальное чувство дистанции И они-то на этих сантиметрах и играют Когда вы видите, что вроде удар прошел А особой реакции не видно У того, кто его пропустил То дело в том, что он его как-то амортизировал Ослабил, чуть-чуть ушел И все самое страшное прошло мимо Видите, активизировался Бенитес Хорошо, сейчас и справа, и слева пробил Но провалил его Леонард По печени пробил Леонард Бенитес очень хорошо чувствовал соперника Он как-то уловил момент, когда Леонард, скажем так Не то чтобы взорвался, но так Преждевременно почувствовал избыточную уверенность в себе А сейчас все-таки пробил справа Леонард, но Бенитес уходил вниз И не так сильно ему досталось Снизу пробил Бенитес Ну, в общем-то, конечно, с небольшим, но ощутимым преимуществом Леонардо Проходит бой 11-й раунд Заиграл сейчас Бенитес Пропустил двойку с акцентом на правом кроссе Никогда не могу понять, зачем боксеры вот улыбаются Пропустят сильный удар Все же прекрасно знают, что Сама вот эта улыбка говорит удар О том, что удар был сильным По-моему, больше противника Обманула бы невозмутимость А то так все улыбаются Так счастливы просто бывают Там полтонна, а то и тонна на голову упало И столько радости Ну, мужество, конечно, феноменальное Нормальный человек Только бейсбольной битой так может ударить Как эти ребята бьют кулаками Вот представьте себе 15 раундов на бейсбольных битах Бой Вот тут примерно то, что они испытывают Все-таки побеждает Леонард Много Много это 3-4 в данном случае удара Много ударов проводят Тут уже нет Уже не 3, не 4, уже больше Хороший очень раунд Леонард Леонидас там зацепил его левым таким Снизу Но, конечно, львиная доля ударов была за Леонардом Сейчас ударил слева Леонидас Все-таки скомкал его атаку Леонидас 12 раунд Вот это такой фирменный стиль Леонидас Это такое поддразивание соперника Но С Леонардом такие шутки не проходили Снизу по корпусу слева ударил Леонард еще раз Повторил это Чувствуя, что попал И пропустил Кросс и левый боковой Мне кажется, что Довольно сильно потряс Бенетас Леонардом Может быть, зря он не пошел Так резко в атаку Но ему, конечно, было виднее С Леонидасом не работали стандартные схемы Там вот выдернуть его на атаку Там контратаковать Перехватить Он Был, в общем-то, непредсказуем Непонятен В общем, как и Леонард Как и многие выдающиеся боксеры Такая передышка В двенадцатом раунде У Леонардо и Бенетаса Но надо думать, взрыв будет Или не будет Это же не последний раунд Впереди еще три Провел удар справа Бенетас Последний удар Скользко прошел Зацепил Леонард Бенетаса Но Не слишком сильно Тринадцатый раунд Выигрывает Выигрывает Леонард Но очень немного Может быть, по раундам там получится и достаточно большое преимущество Но За исключением третьего раунда, где был нокдаун Так, чуть-чуть Сейчас справа над рукой так вот пробил Боковой А Леонард Еще раз тот же самый удар повторил И это не зацепило Это достало Но не бросается, очертя голову Вроде бы и у канатов стоит Вот сейчас Бенетас просто Выманивает, можно сказать На атаку Ну, как мне кажется Он не столько делает это, чтобы перехватить Сколько просто очухивается От пропущенного удара Снова пошла такая Дуэль На рапирах Что-то сродни фехтованию И снова повторяет этот Правый Боковой Леонард Видимо, пристрелялся именно этим ударом Нашел какую-то Дыру Сейчас слева снизу Хорошо ударил Рэй Ну, посмотрим Многовато пропускает Бенетас Раунд, конечно, был за Леонардом 15-й заключительный раунд 14-го мы не увидели В общем, как все считают Все шло к победе по очкам Как полагали Леонардо Ну, он действительно был поточнее Ушел вниз от Вот этого правого бокового Леонардо Бенетас тоже уже Увидел этот удар Смотрите, это 15-й раунд идет Сколько сил сохранили В размене справа А потом очень хорошо слева пробил Бенетас И еще слева Пробил Этот размен Он безусловно выиграл Но Леонард от этого Только разошелся Смотрите, еще и слева, и справа Пробил Бенетас Смотрите, что делается А вот сейчас пропустил Справа Бенетас И, по-моему, почувствовал Ага, снизу пропустил Леонард Только собрался пойти на побивание Еще раз снизу И неожиданно Левый боковой, по-моему, был главным ударом там Готов Готов продолжить бой Бенетас Еще раз левый боковой И рефер остановил бой В принципе, можно было и не останавливать Учитывая, что осталось несколько секунд Но, наверное Это все равно не изменило ничего Не, наверное, совершенно точно Ничего не изменило Леонард победил, конечно С приличным отрывом по очкам Ну, а мы на этом заканчиваем Наш репортаж Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!